приветствую вас мои родные любимые сердце моему дорогие христолюбцы и все братцы и сестры христе и все люди на земле ну что почитаем сегодня вместе комментарии каналу христолюб лайф владимир пишет спаси христос и тебя дорогой здравствуйте дми дима валентина и пишет увидел тебя на канале льдение мы недавно же не записали ролик очень понравился ваше искренне такое живое общение даже сон пропал так интересно зашла к тебе очень была удивлена увидев название темы этого ролика война полов неделю назад я задавал вопрос о мужчине и женщине жене хотелось услышать его понимание этой темы потому что он говорит о небесной маме но я не услышал и не увидел пример из его личного опыта его отношения к женщинам и женскому началу у него есть дети замечательная жена нужна но женя блистает на канале а она жена получается где-то на задворках в тени он практически за год из его роликов почти ничего они не говорит и на мою и просьбу и вопрос на эту тему ничего не ответил и вдруг от тебя через это видео я получаю ответ четкий спасибо милый сердцу друг мой напишу в личку подробнее всего доброго мира и благословения дней твоих в любви истинного живого бога ну я в принципе свое мировоззрение и мнение о мужчине и женщине а папа полах мужском женским до начале в каждом человеке до высказал мне в принципе особо добавить за женю я отвечать не буду почему он там говорит о жене или нет вот это же не блок в принципе и как его вести о чем говорить он сам считает что считает нужным вот так что комментировать мне тут комментарий нечего так дальше у нас идет бруна слава иисус христу славяки богу истина так раб бога иисуса христа виталий пишет мир всем ум человека который любит бога это к войне полов тоже комментарий сражается не против вещей или мыслей о них но против страсте связано с этими мыслями то есть он борется не против какой-либо женщины не против обидевшего и не против образов их проявляющихся в уме но против страстей сопряженных с этим образом преподобный максим исповедник честно цитировать хотя я вам скажу что и в так называемых святых отцах ортодоксальной православной в частности секты там католической можно найти и умные вещи я кстати никогда не просто я умнее всех и что ничего не стоит читать нет можно все но вопрос кто читает с рассуждением если вы можете отделять плевел от пшеницы если вы свободны туда а если вы раб по духу зависим от всех тех мнений то конечно скорее всего вы от истины куда-нибудь уйдете кролику пиво пить пиво есть мясо да как в песне кому известны кому нет комментарии конечно такие то ли меня не поняли я конечно где-то всегда чуть и сарказм хочу в этом показать где-то юмор где-то правду жизни горькую или сладкую да но опять же это те комментарии кто написала не мне неизвестны все мысли всех людей которые смотрят видео которое записываю вот но прочту те комментарии какие были на канале мир всем римлянам 3 19 26 мафея 7 17 не судить да не судимы будьте что за болезнь пересуды осуждения все знают что это грех а между тем ничего нет необычный в речах наших как осуждение иной скажет не поставь господи в осуждение все-таки осуждение свое доведет до конца иной оправдывает себя тем что разумному человеку надо же иметь свой взгляд на текущее и в пересудах пытается быть хладнокровно рассуждающим но и простое ухо не может не различать в речах его высекшихся из ластро и злорадствующего осуждения между тем приговор господа за этот грех строг и решителен кто осуждает других тому нет оправдания как же быть как миновать беды решительное средство против осуждения состоит в чем вот состоит вот в чем считать самого себя осужденным кто кто вас чувствует себя таким тому некогда будет судить других такой и речей только и речей у нее будет господи помилуй господи прости мои согрешения святитель феофан затворник я кстати хотел на отдельный ролик на цепо метку записать все-таки есть желание опять записать но здесь я скажу кратко узнаете ортодоксии протестантизм это две крайности ортодоксии это я вечный грешник все тупо клейменный грешник тупо которую можно просто простить и помиловать и какая-то и непонятное и вот это вероучение а какой-то святости тоже по сути они от протестантами далеко ушли хотя на них и вечно тоже там ропщут у них точки ты грань знаете я в болоте я сразу на небе да нет дорогие святость это путь жизни вот и поэтому ты просто не совершай грехов и все вы помните как господь сказал этой блуднице и я тебя не суждаю иди просто и впредь не греши вот и все бог никого не судит ты сам себе выносишь приговор любым грехом до тех пор пока ты не исправишь ты будешь страдать вот и все и будешь из жизни в жизни страдать и из вечности в вечность которую будешь проживать у них вечно грешны а протестанты это вечно святые все поверили все и достиг самого-самого небосвода небес пробил его и все ему больше некуда стремиться я спасен по вере как евраам наш отец отец веры и все пошло поехало и уже что я делаю что делать неважно вообще ну да есть какие-то дела это следствие моей веры но это они никак не одна меня не влияет ну конечно дело человека я говорил это не раз дела вера это вот такая вот прямая обратная зависимость туда-сюда знаете значок туда стрелочкой наоборот назад как равно две стрелочки на самом деле что дела это следствие моей веры что наоборот вера она взращивается так скажем вера это жизнь это учение хотите учения и дела а то вера немножко знаете верю во что я верю верят мои учения учения моей жизни поэтому вера и учения слова одни и те же вера знания а вот как я поступаю по этим знанием по этим учениям другой вопрос и на самом деле что конечно же учение моё моя жизнь мой смысл мои внутренние знания они проявляются моих словах и делах так и наоборот пока еще моя природа не изменилась в чем-то не навыкла я поступаю по каким делам против природы своей творю специально добро сдерживаюсь вот именно во зле в разных вещах словах и в делах и таким образом изо дня в день делая какие-то поступки мы увидим как меняется наша природа ты действительно перестаешь там ругаться оскорблять кого-то унижать наоборот стараешься помогать изо дня в тебе все проще и легче делать это уже делаешь потом с радостью уже не можешь пройти мимо доходит до того да вот так что вот так вот поэтому по поводу вот этих всех святых их речей юлиана отвечает на видимо этот комментарий виталия добрый день ни в коем случае не считайте себя осужденным но но оправданным не по своим заслугам так и мы должны оправдывать и прощать а если видишь ошибается и грешит твой брат скажи с мудростью любовью как будто хлеб жизни продаешь и молись за него все все осуждение от того что забываем какова природа характер бога нашего он не обвинитель его милость над всяким судом даже над его но когда мы каемся сердцем доверяем ему свою жизнь ну я вам говорю пример не пример а привожу даже слова из писания действительно самые важные это конечно же твердая пища как все евангелие на богослову хотя по сути она тверда только для тех кто не хочет вырасти кто хочет вырастать потом эта пища для него становится таким же молоком господь сказал несколько раз евангелия танам об отце и о себе он сказал отец никого не сует а потом горит и и весь суд отдал сына потом говорит и я тебя не осуждаю иди и впредь не греши ибо сын гад не судит никого каждый осуждается своими делами там еще раз это скажет перед 13 главой в 12 помните слово будет судить то есть истина которых те дух он тебя судит каждый раз вот так вот поэтому не нации никак чувствовать надо за собой надо подвязаться святости вот и все живи свято делай правильные дела и слова и поступки и и слова говори вот и вся жизнь то а эти вечно поначитаются цитируют там я сейчас не лично там на виталины за это дело их них всех там кого слушать кого читать вот но все это если честно от истины так далеко зачастую влад любимых пишет кто слабый на алкоголь кролику о пиве лучше даже не нюхать тут все зависит от умения гармонично жить со всяким всюду ну вот я с владом согласен и то сейчас будет тоже опять по пиву комментарии разного рода и ноги рули мне не поняли я здесь полностью я там кстати по моему я сказал я не могу не могу помнить что его всех роликах говорил я также не могу объять необъятное может не хочет сказать что-то больше или как расширить свою мысль ну человек говорит то что говорит его время чем-то ограничен да я потому что тут ниже будет такое счастье тоже меня там чуть укорять или подкалывать или еще что-то говорит по поводу пива будет сейчас мы разные будем читать да а с владом я согласен именно такую мысль я пытался донести понятно я же что если ты не умеешь пить и или тебе это вредно умеешь ты не умеешь ты действительно без 100 грамм взял или понюхал пробку и все эти понесло то на неделе в запое в дебошах вот в пропое все из дома тащишь конечно тебе нюхать даже нельзя речь-то не об этом шла я поэтому и начал сначала вообще о самом продукте о чем сейчас тоже будет говорить что это продукт бесовский сейчас давайте забегать не будем да можно было снизу немножко читать я кстати может неправильно делаю надо дали стоит наверное до тех последних точно я кстати неправильно делаю что читаю сверху вниз ну ладно в следующий раз будем делать по-другому вот да или сейчас вот спустимся и будем снизу начнем читать спас прошлой недели как вот закончился ролик мы сейчас уже договорю или давайте оставим еще уберем вот у влада пальчик чтобы не запутаться давайте долистаем до низу до предыдущего ролика где записывал ответы на вопросы кажется у меня так мало комментариев а когда начинаешь вот этот ролик видео записывал ответами на вопросы что-то их тут очень много вдруг откуда-то появляется так ну вот последнее если возраст души это копт прошлой жизни ролику степень осознанности есть следствие воздействия прожитого количество жизни плотности событий то все предопределено и нет в том человеческого участия либо души при вхождении изначально не равны но тут написано как-то немножко валерий написал ну я тут не соглашусь потому что или если это вопрос то почему не равны то ведь кто ведь все же начинают с нуля с нулевого старта начал душа абсолютно чисто первый раз вселилась типа дома и пошло-поехало поэтому из жизни в жизни она переходит с опытом с опытом между выбором добра и зла с прекрасными свойствами души ну или с непрекрасными с терпением или нетерпеливостью и у человека либо одно все вырастает и вырастает либо все ухудшается и ухудшается вот так влад любимов дима помню твой бог твой бой твой бой слабкин ты его неплохо прихватил тогда ты наверное единственный у кого это получилось с лапкиным я не бился как его зовут ты уж не помню лапкин ну не важно вот я просто единственно хотел показать тогда и вот когда-нибудь именно но вы помните я про как же зовут талапкин прости а и гнатий тихон чего да по моему я ему я тогда говорил и публично сказал и как бы в лицо ему говорил как вот так можно да у него всем известная фраза уже не скрывает я поэтому сейчас ничего никого не порочить ничего не собираюсь это же он сам на этом когда стоит и не могу иначе да как лютер говорил и на тихо не говорит вот это вот неправильно но я православный все это кто возмешает то я про вас но я православный я поступаю вот так да это неправильно я православный и я поступаю вот так и это да я когда с ним что раз беседовал нас несколько бесед был помимо там этом ответ на вопросы я как бы тогда ему сказал как так то есть вы как будто сами отрекаетесь от истины то есть это вот истина но я православные то есть а вот ложь я во лжи участвую я выбираю ложь и это да вообще этого честно мне перемкнуло и после этого я понял что в принципе я такого человека взять ничего не могу не в личном плане лучше вообще не соваться не даже вот так слушая то есть человек между истиной и ложью выберет ложь потому что он во лжи участвует я как-то до меня переклину то есть ты пишешь человек не искренен и даже или как он настолько риска я даже не знаю как это объяснить честный сам себе пытался объяснить вы кто смотрел вот он знает о чем игры и я тогда исчез на это вообще не понял казалось бы он такой смелый вот именно он идет против системы все равно многие вещи говорит и все его это отношение к православию вроде православное взрослым под какой-то там какой он тоже не московский патриархат этот сделать свой там а еще что-то я не понимаю его честно я просто не понимаю человек поэтому вы видите и без осуждения с абсолютной любовью каждому нас несмотря на всю его там жизнь которые тоже не одобряю все это учение жизнь то что он проповедует при этом я вот это вот это стало корнем когда уже понял ну это это предел и он же в этом естественно он взрослый человек пожилой он в этом уже закоснел и что его изменишь нет я что ли его изменю тоже нет естественно вот и я как-то оставил даже я почему я сейчас вообще никого практически не слушаю что люди у каких-то есть такие критические точки да у меня тоже твердое свое убеждение я спокойно общаюсь с людьми да я говорю вот критерий истинности для меня я считаю что истинный да и каждому подходит это то что у тебя и мы стал можно свободно поговорить и отсутствие авторитетов это важно вот именно а у него есть это авторитет и там предание церковь точно так же на самом деле по-своему там толгует так скажем православие со всей этой кутерьмой обрядами хотя он сам критикует я говорю и при этом просто я делаю потому что я вот в этом во всем участвую я это мне и я не нашел себе ответов я и так пытался и так найти как можно эту фразу вообще совместить дословно может забыла ли он так и очень таким выражением то это ты такой знаете кроткий ягненок я такой лев и тут же я ягненок преклоняюсь то есть я лев на истину и тут же перед ложью я ягненок как не знаю я тогда вообще так так меня это сильно отвернуло я думаю как так можно поэтому подписали и вот им я тогда припер его теми же самыми вещами половина даже которую он сам говорил я просто спросил почему вы вот так делаете и вот же написанный вы же признаете а делаете по-другому он не начал и он тогда даже в ролике говорил ну так ягод не буду отвечать помните уже а потому что нечего ответить даже написано абсолютно даже там как ни крути я же забыл каким и там вопросом общались есть вообще прям ну ответы понятно что просто искажение из-за замены евангелия другим евангелием не тем христом все они просто ну вот так вот так да так я все по поводу церкви буду вам говорить я знаете опытом познал и убедился что господь никаких собраний действительно не устраивал и цель его была не в этом это и так не было все знаете известно и понятно но я поделюсь некоторым своим мыслями думаю будет не за не без интересными которые мне сами многие успокоили утешили я понимаю что так и есть да по поводу всех этих собраний церкви так палец жирный вверх владу опять влад пишет копта не бойся заблудиться когда будешь искать свой путь лишь самый сильный способны на это и тех кто ушел из стада пасты любит более других ибо только им дано найти заветную дорогу ну я тут точно так же соглашаюсь я не знаю про кого он правда написал влад не бойся заблудиться может и про меня в частности кутыр я согласен что не стоит бояться а надо жить так как живешь надо идти к истине вот именно просто идти так сейчас секундочку я забыл кое-что сделать или ладно уже ладно я потом это так благовест дм пишет андрей как дела у женщины который свет отключения деле хватило как дела у той с двумя детьми да все хорошо скоро запишу видеоотчет это я отвечаю пишет а еще у кого какие нужды есть пока есть возможность ольги с красноязычность ни копейки не перевели это я пишу она пробудет пробует группу по инвалидности получить около 10000 надо попробуем собрать надежда пишет переводили немного я кстати хотела ответить по поводу вот этого ролики не знаю кто там прослушает я вот хочу по поводу этих сборов которые постоянно делать вы знаете я вот их делаю и конечно получаю за все мало то что я собираю для людей еще из-за тумаков получаю и и в устным оскорблений и в недопонимание я знаете я вам просто скажу как есть на самом деле вот когда людям что-то нужно они обращаются как для них это сделаешь они тут же пропадают я уж сколько раз встревал но не сколько в принципе всем кому я помогал они как бы рядом но вы знаете я груб почему-то как помощь нужна они тут же помогаешь порой даже честно спасибо не пишет в ответ на сообщение переводишь кидаешь и даже даже спасибо элементарного нет и делать не в каком-то желании чего-то там обратно получить тоже даже спасибо это благодарность этот ответ да а просто в эмоциях до которая обратно должна последовать естественно какой-то ответ реакция как хотите да вот и вот так вот случается по поводу наташи я просто сейчас контактами поделюсь у вас там все откроется я не хочу еще забыл подготовиться в следующий раз вот я и писал она три дня не отвечал но ниже нет там света нет интернета на телефоне денег тоже не было вот она написала что заявку то не подали мы собрали 15 тысяч вот все кто вы переводили я я кстати так могу вам зачитать то вот но я еще ж буду ролик записывать давайте сейчас вот все вы кто переводили все я уверен дошло потому что сбер карточки моя фамилия вряд ли вы можете перепутать имя отчество дмитрий евгеньевич там все моем вот куда вы переводите вот как сейчас они мне отпишутся что у них все поправилось я сразу же ролик конечно же запишу вот но мы сразу действующие отправил потому что там крупными суммами ну как крупными относительно крупками 10 тысяч собрали прям сразу ей сразу отправил и она сделала заявку туда в горсеть там все заплатила чеки мне выслала скрины там там как раз да на 10 тысяч 9 чем-то и потом еще мне прислали ну по чуть-чуть по чуть-чуть еще 5 300 почти набралось она мне еще в сообщении написала что будет у них старо кассе как всегда было то есть целиком будет менять счетчик коробку но кто знает это с улицы тащит на улице счетчики обязательно должны стоять внутри распределительная коробка все должно быть вот я как раз эти 5 300 на скал тепло зарплату получу все сделаю я эти 5 300 и тоже выяснил того там 15 300 вот получилось вот ну пока тишина я и написала несколько дней не отвечала потом через подругу свою наталья тоже там не ответила кое-как вот и написала что просто ждет не идут пока заявка оставлена в горсеть еще никто не приходил как таковой свет еще сидят пока вроде как бесед вот так пока чего могу сказать и как они мне отпишутся всегда я всех прошу пройти я их прошу ролики записать тоже ну края сейчас у каждого смартфон есть но запиши ты и просьбу я же не просто их выставляю вы видите я сам все комментирую я не скрываю там своего лица не своего физического тела вы знаете где живу меня всегда можно найти там вот не просто там роли где-то выкидываю стесняясь нет я просто что напиши я вы видели как я делаю я сам комментирую ролик вставляющую можно послушать и потом то же самое благодарность но не просто сухое спасибо чтобы видели твое лицо что ты реально человек с ними то что сделали на что собирали да одно дело мы там каждый месяц я вам говорил уже я всем через меня всем помогаем да потом на всю жизнь ко мне не стоит у меня уже больше десятка семей и все они у них вечно нет денег ни на хлеб ни на еду не на коммуналку не на лекарства и мы каждый месяц все время сколько можем все помогаем все отдаем да кто мне чё присылает там хотя сейчас мяч и ничего не пришел хак почти ну лично мне да там переводит кому-то там копейки вот но даже это что можем все вот помогает та же самая ольга я сказал андрей вот благовест сразу перевел она мне сказал что десять тысяч на на и и он лично перевел десять тысяч ну я их тоже переправил я сказал что оль надо будет все отчитаться что там с этой группой первым оказалось ну как вы сами знаете как это бывает могут вообще не дать эту группу я и опять же я андрею написал это на в прошлом где-то или дальше будет где же он перевел а дальше спам будет я написал что как с тобой связаться между то вот андре вот этого благовеста даем у него свой канал проповедует я написался с нами дальше будет опять его комментарий где он выслал все эти деньги я там как на связь не выходит я хотел спросить мне даже как-то неудобно он большую сумму перечислил эти десять тысяч я хотел у него спросить свою объяснить ему что мохты десять тысяч вообще пропасть одно дело знаете помните он говорил по 100 рублей 100 человек вот те десять тысяч а ролик смотрит 200 300 человек неужели нельзя собрать по 200 рублей ну кому не жалко сколько вообще вы просто выкинуть 500 рублей да она может не получит эту группу мохт не дать просто вот и все она все собирает все готовит у нее и так есть вот за счет этой губы и и там инвалидность детства но двое детей и живут они там вечно все в этих деревнях там нет ни работа вы знаете я сам в этом пузе сколько просидел хотел с ним поговорить что если он не хочет может быть я не я же не знал что он такие деньги перечисли он получается один взял всю вот эту заботу они по этой проблеме по крайней мере я сразу хотел с ним связаться как поговорить чтобы объяснить что ну а вдруг не получится мне как я же внутри чувству что вдруг неудобно шаг не поймет этого хотя вот он написал что еще есть денежка я им написал что можно ей помочь и он помог хотя я в ролике тогда об этом сказал но выру сколько переслали тут 15 300 мы собрали это все наташи на свет переслали для ольги ничего никто не с пометкой не переводил так что вот так вот вот и меня потом начинают вот именно вопросами одолевать а мне ответить ничего уж такой не раз был и и пропадали чуть ли не на сколько-то на неделю и ничего не писали ничего не дали просить хоть какой-то ответ записать что вот и мне я туда там все хорошо ну ты же просила да ну с ними как этот счетчик поставили там я не знаю чайки эти да ведь просить то как мы все быстро да потом дать ответ как-то вот так но меня это не останавливает видите чего бы на меня потом опять не подумали вот я все равно это делаю потому что ко мне люди лично обращаются начинает плакать там чуть ли не в трубку вот а я добрый я все равно продолжает идет так что вот так вот по последним поэтому тоже как что будет от наташи сейчас со светом и а то ли по поводу этой группы я сразу же я буду ролики записывать и оповещающие о проблеме какой-то ну вот как конкретно когда небольшие с которым меня никто сейчас мы в телеграме кто знает и там рассказывал нас тоже почти никого не осталось но остались тут одни нуждающиеся все как и всем помочь я не знаю я эту группу держу только ради вот нуждающихся мы там больше не общаемся ничего не какие там евангелия ничего не читаем вот по сути только о нуждах вот так что где взять всем помочь непонятно так что так но когда я буду объявлять им на канале а какой-то раз уж я видео записал там когда просит на все эти ежемесячные нужды которые из месяца в месяц это еда коммуналка лекарства все по кругу на дорогу вот это вечный мы стараемся сколько можем помогать там несколько человек то у меня осталось хотя все такие же нищие ты нищие нищему кое-как помогать ну а какие я буду объявлять в ролике я также обязательно буду и записывать ответный ролик как с каком не будет информация о том что получилось какие результаты вот так вот пока больше сказать я бы с радостью да нечего валерий пишет может экзему как реагическую реакцию провоцирует кошачья шерсть да нет у меня было время у меня два года кошка то не было в деревне прожил там слава иисусу христу слова кстати хотел пальчик ой пальчик вылепить вот так вот так марина пишет спасибо за искренность и правду душа находится в чистоте душа находясь в чистоте излучает только свет дима ты светишься радуешься и излучаешь любовь спасибо что то есть ты вернулся другим более открытым спокойным уверенно проникновенно спасибо марин но мне не знаю все мне кажется вы по мне просто некоторые соскучились и забыли тем какой я был вот я мне кажется вряд ли сильно изменился я просто немножко под конец разошелся я говорю я стал близко к сердцу все это принимать часто вот сейчас прям следующий комментарий скажет вам о том что все как было у людей осталось на том же месте вот а я просто стал попроще к этому относиться никуда не денешься жизнь такая вот людмила мастер написала мне жуткое невежество и сатанинская гордыня прелесть бесовская вот что можно сказать об авторе ролика ролик свобода в церкви христа организация церковь или системное язычество я еще давно писал ну на на видео вы видите картинку не знает ни истории ничего развития церкви священном писание горе ему и его последователь кто съел эту отраву и увлекся этой мерзостью нет здесь не любви не истины одно самомнение падение в адскую бездну не всякий говорящий мне господи господи войдет в небесное царство но исполняющий волю отца моего небесного как нужно понимать эти слова сейчас они она мне расскажет если хотите получить антидот от высшей представленной отравы рекомендую прочитать ну и ссылка идет на проповедь толкование и другие православные сайты на азбуку отечник библия нагорная проповедь и на другие православные сайты сейчас я комментировать ничего не буду на этот я как уже говорил те комментарии которые мне понравились или как их назовем зацепили меня я буду конечно и есть повод для записи какого-то большого ролика ну больше я имею больше там 10 минут до чтобы это в одни ответы вот такие не получались я еще на этот ролик не записал но собираюсь его я делаю скриншот уже отдельно там показываю мало ли может человек удалит и мне удобнее там я по-своему придумал как это быстро добавлять себе в программке чтобы там не напрягаться вот ну вот такие вот комментарии да жуткое невежество и сатанинская гордыня прелесть бесовская вот что можно сказать об авторе ролика вот так вот но вы услышите мой ответ в отдельном видео потом я сейчас не буду ничего отвечать лариса перезагрузка я немного другое имел ввиду что манера проповеди твоя изменилась характеризовать как изменилась попробую сила в духе появилась заметно мне кажется мне раньше была сила в духе не стану вам противоречить очень интересно узнать твое откровение самоубийстве аборт все что называют смертным грехом этот ответ ларисе я уже записал ролик вы увидите в свет когда смертные грехи сегодня 29 вы смотрите этот ролик 30 я записи 29 3 числа вот на канале у меня вы видите есть смертные грехи самоубийство аборт 3 числа в 12.00 ролик выйдет на канале поэтому сейчас ничего уже отвечать не буду подписчики единомышленники это сила согласен только что то их как-то это силу силушка у нас у меня очень слабенькая там я в ролике говорил что вот конечно у меня желание иметь какую-то вот и канал вот это все именно аудиторию я играл я вам хотя скажу потом позже будут ролики записать о моих новых мыслях так скажем но немножко скорректированных новых от слишком круто сказано вот под собрание церкви но вот благодаря современному миру технологиям какие-то средства для так скажем что всегда быть в контакте да как один из одноименных социальных сеть называется это здорово что мы можем вы действительно так помогать друг другу поддерживать и словом и делом вот у меня какая цель конечно и сейчас это здорово что так можно делать какие-то группы создавать везде сейчас все что вот это можно это здорово вот я надеюсь что это все не просто для развлекухи хотя радость это тоже здорово да даже если вас тупо веселю надо и задумывать тоже хорошо да есть же клоуны ну пусть я буду христианским клоуном где-то отчасти веселить кого-то но по большей части у меня кажется личное внутреннее это любовь хотя бы любовь это любит дарение любых дел в том числе радости или веселье но что и вы получаете пользу и что мы можем решать какие-то друг друга и бытовые проблемы и духовные конечно поддерживать друг друга иногда тоже всегда надо вот как господь управит так бабушкам я говорил трогательно да так нам ноги кто говорят лариса написал владимир спаси христос и тебя дорогой вадим пишет приедешь на море старайся меньше быть на солнце в дневные часы откупаться в морской воде по утрам на восходе солнца вечером при закате сколько угодно в свое удовольствие от твоих боячих только на пользу здравия тебе брат и тебе дорогой я завтра послезавтра вернее но вы уже будете смотреть завтра в понедельник еду на море в сочи хочу немножко полечить кожу море соленым спасибо дима прекрасный ролик байор спасибо вам что смотрите слушаете всегда на связи не напишет к ответы на вопросы радостно слушать тебя димка внутренние изменения за этот год на лицо климат плюс духовный мир которому не нравится истина которую ты несешь все это и на физическом теле отражается пусть бог хранит тебя от всякого зла спасибо хотите посмотреть на веруна вот я посмотрите но тут я немножко не понял что нина имеет виду бруно слава иисус христу слава дорогой на а ну вот и мы дошли благовест дм насколько я понял его зовут андрей да вот он пишет отправил 3530 50 рублей с комиссии нам пришло 320 комиссия берется с отправителя всегда поэтому мне приходит ровно та сумма которую вы отправляете это у отправителя удержится я сам когда переправляю комиссию я сам плачу для женщин с людьми детьми косноязычный на медкомиссию при переводе сбербанк выводит дмитрий в генчка я так понял это твои инициалы при работе с личным кабинетом я новичок поэтому пока переспрашивай если получил напиши и потом он еще пишет отправил 7 тысяч 10 рублей тоже для женщины дефектной речи на медкомиссию получил напиши но у тебя пишу что я все получил комиссия берется отправителя дмитрий в генчику изнецов это я об этом написано под каждым моим роликом по поводу моих инициалов и действительно вообще всех моих контактов знаете под каждым роликом абсолютно все данные есть и на соцсети и на сайт и на вот эти все реквизиты какие необходимы на сайте тоже есть контакты раздел там все можно всегда найти как меня зовут и я ничего не скрываю где живу как как жил раньше как планирую жить все всегда у вас на лицо и вот я пишу видите андрей я могу с тобой связаться каким-либо способом поговорить но я уже вам озвучил о чем я с ним хотел поговорить и даже это здесь писать не хотел написал что тоже получил этот и тот перевод раз он не отзывается я в ролике заговорил может он на ролик отозвется не знаю что за скрытости чего мы вечно не хотим или боимся не не знаю вот эти деньги могут на самом деле просто тупо тупо ну вы знаете как у нас все делают заплатить заплатила что-то за это еще получишь то что все же будет рассматривать комиссия как она решит неизвестно валерий матюхин привет дим не знаю как на тебя выйти поэтому пишу здесь разобраться с понятиями ну вот я сразу отвечу да привет дима не знаю как на тебя выйти поэтому пишу здесь но для меня это очень странно это люди вот не знаю не буду сейчас обижать там внимательно внимательно под каждым видео абсолютно в том числе под этим есть мои координаты как меня зовут кто и есть откуда я ссылки на все каналы на сайт а все реквизиты при помощи все есть поэтому как на меня выйти да и в любой где угодно в соцсети я говорю если бы лично skype и все есть пожалуйста звоните пишите телефон я прям публично не афиширую но кто захочет найдет его несложно плюс через те же самые соцсети может просто сказать да я дам если нужно пишет привет дим не знаю как на тебя выйти поэтому пишу здесь хочу разобраться с понятиями тела и плоть вроде как одно и то же но по многим местам из библии наша плоть богу не на не нужно хотела нужно храм понятно что иисус христос пришел в наш мир а а тело нужно это храм понятно что иисус христос пришел в наш мир в несовершенном члэскому теле на х appropriate на и многие не задумываясь говорят во плоти хотя явно что это не одно и то же особенно в контексте что-то думаешь поэтому вопросу одно и то же или не точность перевода я на этот вопрос опять же ответил отдельно мне показался интересным таким полноценным и вот вы видите на экране у вас почти видите ролик тело и плоть одно и то же или нет выйдет он уже завтра первого числа на канале Христолюб Лайф тело и плоть одно и то же или нет там я сколько мог поговорил высказал свое мнение здесь уже естественно отвечать не буду сейчас так Леха Стасик какую-то ссылку дал я не помню смотрел нет самое интересное кто пишет эти судьбы кто автор но это я где про судьбу так я говорил и на том канале я сейчас записывал на Христолюбе комментарии здесь какой-то некий Михаил инвалид детства написал здесь просьбу о помощи я его не знаю мне он лично не писал ничего об этом человеке не знаю может быть это аферисты может быть правда я в комментарии пропустил и как я вам уже говорил в принципе я считаю можно 50 рублей перевести для чистоты совести а вдруг этот человек правда нуждается но можете и нет потому что возможно это кто его знает кто это такие Влад Любимов пишет насколько я знаю инвалидам второй группы выплачивается ежемесячная пенсия плюс всякие льготы бесплатные лекарства лечения Юлиана пишет Михаил если правда у тебя проблемы такие со здоровьем вышли фотографии твоих документов обследования и выписанные рецепты я совсем сейчас не платежеспособна но что-нибудь решим ватсапе или вайбере дала свой это я вам говорю я в принципе особенно ролики записываю только к тем людям которым вот хоть как-то я вам показывал мне в личку стучаться хоть как-то мы переписываемся созваниваемся я говорю в идеале записывать свои ролики давать себе свои контакты при первом знакомстве тогда конечно будет больше доверия действительно я думаю люди у нас не такие уж черствые как бы ни казались обычно даже самые кто меня ненавидит может помочь и вам да если вы тоже сделаете это все правильно а не так что вот какие-то там ну кто вот так в комментарии написать все что можно угодно простой текст дать свою карточку правда и все я согласен поэтому я ролики не писал но комментарий пропустил душа то она не знает так это или не так может это правда человек кто его знает не знаю так Аллочка пишет я думаю может быть мы сами выбираем нашу судьбу в некоторых случаях и на то именно воля самого человека вот например как один из примеров в том плане что посеешь то и пожнешь или в плане прогресса души дальше человек плохо себя вел в жизни и достиг определенного уровня души мы даже читаем о семи уровнях неба или даже опустился это мог называть адом или еще как-то и по смерти ты это осознал оказалось оказался на определенном уровне и ты можешь улучшить себя родиться заново исправить либо то что ты сделал в прошлой жизни плохого или прожить в роли человека надо которым ты издевался например или еще что-то или ты хочешь возрасти еще в большей любви или в чем-то другом и человек сам выбирает жизнь судьбу такую которая поможет ему возрасти в любви в смирении или в чем-то еще предположение и таким образом воля наша и бог ни при чем или мы страдаем или нет наше будущее зависит от нас а если человек не хочет исправлять ошибки поступки или не хочет прогрессировать дальше то может он и останется на том чего достиг на том уровне это касается и той жизни тоже необязательно после смерти тела можно всю жизнь прожить ничем и после смерти ничего не хотеть ну я с Аллочкой согласен да вообще это я говорю нам не все открыто далеко вот и с одной стороны это как и великие тайны а также это и невеликие тайны то есть видите мы много понимаем много рассуждаем и что нас ждет дальше это по сути не так важно да как говорили древние мудрецы и современные есть известная фраза очень правильная прошлое не существует настоящего будущего еще нет живи настоящим оно потому и называется настоящее да вот что есть вот гадать там сожалеть о прошлом не в смысле раскаиваться да а сидеть там вот если вот я так не надо было мне так делать ой зачем я это потратил зачем я это купил зачем я то-то сделал зачем я 10 лет там просидел в этой церкви ни о чем не жалейте никогда из всего извлекайте пользу и живите дальше оглядываясь конечно на свое прошлое живите ради будущего в настоящем вот так скажем потому что именно сегодняшний твой день и формирует твое будущее оно зависит от настоящего Ирина Горяйнова диз ну дизлайк ересь абсолютно вот такие комментарии как я говорил очень конструктивные вот очень очень много пользы мне могут принести и Дима и Алексеев отвечают можете аргументировать что вас убеждает что жизнь единственная да тут даже непонятно с чем Ирина не согласна она сказала что ересь абсолютно все ну хотя да в принципе Дима я правильно вопрос задал есть такой Олег пишет есть такой псалом ты написал пути жизни мои на ладони когда еще был во чреве матери моей ну да есть такой кто верит в Библию тот и в судьбу должен верить и не выеживаться судьба неизменна как отпечатки пальцев так что не крути динамо кузнечик Юлиана отвечает если не верите в хиромантию если вы верите в хиромантию то чтение по руке скажу вам занятный факт что на лево руки линии неизменны а на правой меняются ну тут хорошо интересно Юлиан комментарий кстати Александр Ткачевов пишет безусловно это возраст у души внутреннего безусловно есть возраст у души внутреннего человека приобретенного через опыт но он различает добро он различает добро и зло человек совершенно выросший в полный возраст думаю что совершенный это не тот кто не согрешает а кто различает добро от зла на основании опыта жизненного человек уже трезво и правильно дает всему оценку хотя может еще согрешает как раз Павел злословил не зная что кто перед ним хотя он давал правильную оценку священнику что думаешь по поводу моего понимания совершенства в принципе употреблять можно это слово если ты в него вкладываешь вот именно это почему нет да то есть если ты даешь свое определение я как бы с ним согласен да ну а по сути совершенство это недостижимая вещь и хоть и Господь и призвал нас но нам не сказано что рай какой-то я говорю зафиксированный вот такой место динамики стал константы а где константы там смерть туда входят все совершенные тоже уже законстанированные вот в этом своей святости и не могут никуда больше у них нет ни шага развития район какой-то одинаковый весь он же совершенно он же не может изменяться он же вот максимум нет вот поэтому и в том же самом совершенстве это очень такое понятие оно же вы знаете как математика это же бумажная наука в жизни она не имеет смысла по сути вот то есть там все формулы и вся наука построена на теории и на вот этом идеализме что вот вот это должно быть так но в жизни ты такого не найдешь по сути эта цифра то даже в жизни не существует это мы считаем два яблока пять домов а двойки то не существует в жизни равно не существует да двух похожих предметов в принципе не существует вообще даже одна молекула один атом одна микро что-нибудь не похоже на другую но в математике считают что есть равно поэтому совершенство это просто недостижимая цель так скажем и к ней надо идти просто загоняться вот этой это вот вот Саша мы с ним знакомы мы с ним тогда созванивались я поэтому хорошо вот когда знаешь я говорю человек он с протестантизма мы тогда пообщались я в прошлом ролике в комментариях к Христолюбу про него сказал про Сашу что вот это все закваска протестантская мне кажется у него там на мышление конечно у нас у всех отложил отпечаток на меня даже православец который мне соприкоснулся хотя я старался брать то что я считал только правильным с самого начала я вообще авторитетом не подвластен да вот ну и то меня же тоже что-то заквашивал так и Саша здесь мне кажется я слышу отголосок я могу ошибаться это мнение просто Сашу ни в коем случае обидеть ничем не хочу просто вот так общаемся посредством комментариев и видеоблога моего вот хотя я говорю мы с ним лично созванивались общались вот приятный парень брат так что тут я ничего не хочу никого обидеть вот и мне кажется у Саши тоже все переживания совершенно нет войдет он в царство небесное вот как по-протестантски там у них черно-белая жизнь понимаете да или нет я поверил я спасен я не верю я нет их там не интересуют вот эти вопросы вот хотя по идее Саша сам из протестантизма но я говорю это все гремучая смесь потом начинается и наше умозаключение и мы все живем кстати многие из нас в ортодоксальных странах где культивировано православие да так что можно если ты придашь значение свое совершенному человеку это тот дашь ему определение что это человек стремящийся к истине знающий умеющий познавать но иногда там оступается ну и то понятно не так оступился кому-то голову отрезал в чем-то мелком да можно так но по сути человек-то несовершенный да вот но мы признаны к нему и надо к нему стремиться вот я как-то вот так вот мысль Андрей пишет Савич Дима хочу задать вопрос про исцеление почему же не все исцеляются а приняв веру и крестившись остаются своими болячками а порой вообще жуткими болезнями почему же вот эти указания Иисуса Христа не исполняются в полной ее мере и сказал им идите-ка по всему миру и проповедьте Евангелие всей твари кто будет веровать креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет увержие будет сопровождаться и знамени имени моим будет изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей если что смертоносное выпьет не повредит им возложит руки на больных они будут здоровы заранее благодарю на этот вопрос я тоже возьму комментарий как за повод для записи видео ну и запишу об исцелениях свое мнение конечно это один из самых тяжелых и действительно неразрешимых и действительно важных вопросов как я говорю есть вопрос такие праздные или не особо повлияет на мою жизнь в любви в свободе в бессмертии в убежденности да вот в этом учении в этих столпах как я всегда говорю ну вот исцеление болячки важный вопрос я на него еще отвечу пока ролик не записан нечего вам показать ну как запишу вы увидите эмпартиза держись мужик спасибо тебе за дело твою за смелость твою с Богом ну спасибо дорогой держусь светлые мысли пропитанной любовью про войну полов Нина пишет радостно и приятно слушать спасибо Дима спасибо Влад да Дима редки в нашей жизни осознанные души одна на сто тысяч а то и меньше это и неудивительно кругом в большинстве безбожники да ладно безбожник и что трогать у нас божники не слишком высокорослые или как это назвать великорослые Лариса пишет к войне полов любопытно как ты лихо снес крышу домостроя где испокон веков семье отведены определенный я бы сказала ролик кто и за что в ответе понимаю тебя понимаю почему радости этого мира уже не увлекают тебя открывшему истинную божью любовь уже неинтересно земная с первой частью я соглашусь Ларисы или не соглашусь не знаю в общем прокомментирую эту мыс кратко хотя кстати комментарий можно было взять для основания тоже для более подробного ролика по поводу ролей вот именно что мы вы знаете проблема людей что они живут по чьей-то системе по чьей-то написанной книжке это беда каждый человек индивидуальный и уникален со своими способностями дарами недостатками и вот соединение мужчины и женщины один что-то умеет делать другой нет в другой семье да тот это берет на себе в этой нет к сожалению что это вот эти я говорю вот эти вот знания очень зачастую какие-то системы общепринятые считаются нормой что это должно принести и сделать благочеловеческому человеку я говорю вот возьмем пиво да мы рассуждали один чай пьет и радуется другой пиво я говорю да есть проблема ну знаете есть люди которых из чая башню сносит и с водички со святой вот так что дело-то не в этих вещах и вот тут что сносить-то ну да снес-не снес это беда мы кстати именно от этого страдаем все время стараемся быть на кого-то похожими подстраивать под систему как надо не так как я чувствую правда это истина или это ложь а вот это вот надо и одно дело подстраиваться через силу чтобы себе просто жизнь тоже не испортить ты там соглашаешься с какими-то законами страны там своей может противоречивыми да пожалуйста там любой астронатор сам бывший Советский Союз или сейчас Китай против там вообще религии да христианства ну разве имеют право так ущемлять действительно выбор человека ну ты можешь жить там смирившись как-то заткнувшись не вылазить так про себя там читать что-то веровать ну можешь можешь не порти себе жизнь да согласиться даже с этим ну по-хорошему делать ли ты счастливым тебя нет конечно ты бы хотел открыто общаться чтобы в стране это было ты бы нашел своих людей вот так что и про семью тоже это все стереотипы я стал это абсолютно четко видеть чем дальше живу тем больше освобождаюсь тоже понял что в этом действительно тоже нет предела по сути какого-то все это я раньше тоже когда я думал что вот мужчина должен я на это давил в каких-то ссорах скандалах или даже просто в решениях которые надо было принять и выдавал как за аргумент что вот я мужчина я сказал так истерь я понимаю что все это так знаете ерунда ничего это порой толку никакого не давал а ломать женскую волю тоже только посредством авторитета и в оконцовке разрешить этот вопрос давления на авторитет ничего не дает у нее останется такой же осадок ничего это не даст вот и по поводу что открывшему истину божью любовь уже неинтересна земная тут я либо Лариса хотя мне она очень близка мне кажется по комментариям я часто читаю никогда с ней не виделся там по скайпу еще как-то но я не согласен уже много нескольких людей мне пишут такие вещи очень часто мне говорят стали что думают что я какую-то вот такую экзальтированную любовь проповедую что ли или сам я живу там с Богом наедине я же не женат и там вот все время писания особенно раньше я тоже нет вы меня либо не поняли либо не чувствуете я никогда об этом не говорил более того я все время говорю что любовь она в бытовухе именно в бытовухе именно в простых земных радостях доставления друг другу вот это настоящая божья любовь вспомните что делал Иисус он что вы посмотрите на какие-нибудь сейчас вот именно что ортодоксальные богослужения что протестантские эти сборища где-нибудь там Дух Святого призывает или что похоже это на жизнь Иисуса он разве этим этому учил учеников богослужением четь именеем песнопением там всем этим да или вот этим призыванием Святого Духа разве он это делал нет ходил что кормил поил исцелял радовал веселил точно так же мы видим что он присутствовал и на свадьбах и на опирах и на ужинах его приглашали на больших и на малых простых вещах он все это делал точно так же позволял себя вы помните умывать и ноги и голову жил обычной бытовухой обычной бытовухой конечно за счет так как он бог он показал нам супер проявление силы божественной вот в этом плане его чудеса его дела любвеобильные были так скажем сверхъестественные мы это лечим лекарствами хлеб даем в магазине покупаем да на свои деньги то он мог это делать сверхчудесными это конечно здорово но дела то обычные чрева чуд то было и вот именно божествен всего была не в том что он им дал он же не какой-то суперский им хлеб дал обычный хлеб там написано обычной рыбы никто ничего не удивился даже манна небесная в пустыне у израильтян помните она была просто по вкусу как лепешка с медом ничего особенного то значит можно было просто взять лепешку с медом там никто не восхищался супер ее какой-то необычной было восхищение наше в том как она появлялась и как исчезала здесь то же самое вот как господь накормил сам процесс чуда да он божественный и вот это мне действительно хочется тоже в жизни знаете правда людей исцелять помогать вот это здорово конечно каким-то сверхъестественными способностями причем простыми не так что там гор медицинских книжек которые вообще не верю надо изучить чтобы что-нибудь там кому-нибудь прописать за миллионы долларов это лекарство где он его возьмет непонятно вот так бы действительно даже сцеления иметь я всегда об этом мечтал это здорово помогать людям то что боли муки страдания чего в них хорошего хочется людям дарить счастье вот а любовь сама я лично проповедую обычную бытовую любовь бытовую именно хочу еще раз в этом ролике подчеркнуть чтобы меня узнали мой сердце бытовуху улыбнуться посмеяться вместе решить проблемы купить что-то друг другу сесть за стол попить не только водички если кто хочет и позволяет здоровье и духовное чтобы башню не сносило и телесное так что вот так вот у меня мнение немного иное аллочка как всегда жирный лайк и тебе в ответ дорогая бро бомбочка видео викуле пишет тебе тоже лайк влад пишет дим посмотри на ютубе евгений обухов толстой править учения апостола павла я начал смотреть у меня не было времени я уезжал хотел в дорогу взять что-то забыл перекачать вернее даже скачал аудиовариант забыл на телефон закачать чтобы в дороге послушать но я уже смысл понял я там посмотрел 20 минут он час 20 по-моему пока говорить ничего не буду может отдельно ролик запишу ну там нового для меня ничего я все это знаю я читал толстого много тоже все вот это не в смысле романа его а тоже его вот эти труды Достоевский там я все это многие вещи знаю ну будет что потом отвечу пока нечего отвечать Байор спасибо Диме вам спасибо всем Юлиана спасибо Диме я уже думать стал что может у меня проблемы замуж зовут а я только как к друзьям отношусь и мне это нравится и не хочу замуж и относительно равенства тоже согласна дела как следствие души все правильно ну это ролик ну или не знаю фраза еще люблю говорить уста полноты полны от избытка сердца мы так бодрствуем преображаясь из славы славы ну вот я уже ответил и еще раз дополню чтобы не было неправильного обо мне впечатления мнения как хотите я не я кстати может и женюсь это никто не знает вот я не считаю что семья это плохо хотя я в войне полов рассказывал некоторые вещи которые показались может людям странным тоже я вам просто сказал что это тоже опыт вот и это опыт не это опыт для вечности но это не сущность и это не есть хорошо как вечность да если там всю жизнь рука об руку и так вечно там с одной женой вот нет я так не считаю и здесь поэтому тут как Господь управит я не знаю и так и так надо всего извлекать пользу я тем более все попробовал а сама семья я жил там гражданским браком ну чем это отличается ну кто-то сейчас скажет там напишет отличается еще как ну вот Господь управит но я вам сказал благодаря именно я же еще этот ролик война полов о мужчине и женщине об этих началах в человеке я же записал еще через призму все-таки рассмотрение принятие теории или хотите истины о реинкарнации что человек все-таки проживает не одну жизнь здесь или там в других мирах не суть важна на этой земле несколько жизней переживает потом дальше идет новое измерение новой жизни в каком-либо это виде что человек все-таки познает все сущности бытия все грани бытия я в этом почти убежден что человек опытом познает все потому что без опытных знаний все это вы сами знаете пока сам не вкусишь ничего не поймешь вот так что вот так вот а единственное я могу сказать Юля просто что за себя смущаться ну так тебе да так тебе живи спокойно будь мирна не хочешь не иди замуж твои дела помните Павел писал ну Павел там правда превознес это что хочешь там выдавай свою дочь это хорошо не хочешь не выдавай это еще лучше ну я бы не стал это лучше или хуже я вам сказал это не то не то не лучше не хуже так что вот так меня кстати пока жениться никто не зовет так не сомневайся в себе ни на мгновение про себя могу сказать опять Юлиана пишет больше ответов внутри меня больше мудрости больше мира Божьего который превыше всякого разумения больше силы и славы Божьей ну я там не совсем пойму на о чем речь не зря же написано в царстве небесном не будь жениться ну я там именно Олег пишет я об этом и сказал в ролике опять Олег тоже кстати Ультиан Рухах Дух Святой Женского Рода ну да да и представь ситуацию ты стал бессмертным и бесконечным зачем тебе связывать себя навечно с какой-то женщиной ну да нет да я там попытался вам через призму дружбы показать что семейные отношения и дружба получается семья ограничивает человек а ограничения в этом плане я считаю не есть хорошо любовь не ищет своего то есть любите не присваивай тогда и ревности не будет равенство признак совершенных отношений нельзя же относиться к кому-то как собственности или скотине моё мнение кстати обычно всегда совпадает с твоим Дима но тут я я вот там единственное по-моему я вот тогда не сконцентрировал мысль свою на одной вещи вот о чём сейчас Олег пишет по поводу любить не присваивай вот это ведь в наше чувство ревности вложено и оно вложено естественно я же не призывал заняться как это называется где там мужчина женщина там женами меняются или шведскую семью вообще создавать там со всеми вытекающими последствиями вот именно это чувство ревности я в том ролике не сказал но где-то когда-то я по-моему говорил в каких-то роликах или нет я значит просто в личке такой всегда говорю ну при личном общении татат само вот это чувство ревности единственное какую ты можешь добродетель через это в семье приобрести это верность то есть нас же всех тянет это действительно храня верность одному человеку потому что я лично не поверю ни одному мужчине который скажет что его не тянет что он в мире готов любить только одну и вот эта девушка ему не нравится внешне или нет больше девушки на земле которая бы по-другому перефразирую не нравилась бы ему еще что это действительно одна Богом ему создана а вот другая нет это ложь я тоже сам про женщину нам нравится мы все приблизительно одинаковые даже это говорит о том что у нас плюс-минус нам нравится очень много людей в духовном плане я еще соглашусь потому что все разные души действительно настолько она внешностью может быть королева а по мозгам простите там взять нечего или он и какой бы он красив не был ты тупо с ним просто не будешь это сейчас одно я не об этом говорю а вот холодная внешность давайте возьмем человека вообще не женатого или девушку не замужен и поставим тысячу человек перед ним мужчин и женщин разных со всех континентов топовых красавцев и красавиц что вы думаете он сразу определится или она да она будет волосы драть не знаю кого выбрать понятно есть вот именно они все причем будут отборные красавцы и красавицы но кто-то ей будет нравиться кто-то нет реально прям можно отобрать нет он красив но он не в моем вкусе есть такое понятие я очень люблю с девушками очень часто его употреблял ты не в моем вкусе или наоборот ты в моем вкусе ты красива но ты не в моем вкусе реально меня не тянет я не могу объяснить это, ты красивая вроде бы, все, я это понимаю, я объективно могу тебя оценить, но меня к тебе не тянет. И вот там я тогда забыл сказать об этом, ну я говорю, он же не то, что семье был посвящен, и все не обхватишь в одном ролике все время, что ты забываешь, я там себе пометок не делаю никаких, так говорю, от сердца. Вот. Эта ревность, она просто внутри положена, она нормальная, ты не хочешь делиться своей женщиной, женщиной-мужчиной, особенно в физическом плане, и это нормально, это понятно, что это нормально, мы все знаем, что это часть нашей природы на этой земле, к сожалению, я говорю, но это ненормально в контексте вечности, а в контексте земли, да, и что это дает, это подвязание такой добродетели, как верность. Вот это я, ну я, по-моему, это говорил когда-то, мне кажется, в каких-то роликах о семье, ну если нет, вот сейчас сказал, может когда-нибудь отдельный ролик, когда буду, еще по мужчинам, женщинам, еще вот что-то это скажу такое, это важно для понимания. Ну и у меня, по крайней мере, такое понимание. Спаси Христос и тебе. Роман пишет, даже такие мысли приходили, я хвэ, я хувэ, хавэ, дающая жизнь, по-детски я хавэ, я тот, кто дает жизнь, не обязательно, что он женщина, эль-шадай полногрудый, или кормящий, ну да, так переводится, кормящий грудью, как один из переводов, так же по образу икона внешний вид, подобие, как внутреннее содержание. Думаю, не обязательно, как мы по внешности, хотя бы Иисус, хотя Иисус был человек, образ раба, значит, есть образ свободных. Александр Ерохин пишет, пьяницы Царства Божьего не наследуют, раз грешить против собственного тела тоже нельзя, два, читайте Библию. Ну, написано, так же нет ничего самого в себе греховного, то есть никакая вещь на земле греховная сама в себе быть не может, всякая вещь можно найти, употребление, и не обязательно вовнутрь. Куда, интересно, я поставлю лайки этому комментарию, интересно, куда можно еще пиво употребить? Ну, Кока-Колы, я знаю, у меня напарник, когда у меня была мастерская по ремонту и покраске автомобиля, он Кока-Колой промывал отопительную всю систему автомобиля, она отлично чистила, там такой яд, вот эта химия, делается как раз из того же самого, очистные наши системы, вот эти жидкости для промывки, и лучше, говорит, нее ничего, говорит, не чистит, круче Кока-Колы, и самый дешевый вариант по сравнению с этой химией покупной. Вот. Ну, а тут с Александром я так и не понял, то ли он, что он, как бы, ну, он правильно все сказал, вот им, в принципе, в Писании правильно написано, что нет вещи самой в себе греховной на земле, только человек и ангелы, там, и духовные сущности источают зло, вот. Ну, даже животные, которые обладают живой душой, просто мы не знаем, насколько они осознанно этот грех совершают, потому что собака тоже может напасть на человека, вот, тут нам не все открыто, не все понятно, вот. Ну, а пиво-то, как оно само в себе греховное? Вот. И, опять же, написано пьяницы, да, мы с вами в ролике, я надеюсь, вот именно Саша меня услышал, а нет, я и говорил, речь о том, что ведь не написано, что Иисус пьяницей был, или упивался вином, написано, что он ел и пил вино с мытарями и грешниками, спокойно, на каждый там ужин, когда его приглашали, не зря нам на это, ну, на каждом и на каждом, но на востоке вино, это, в принципе, норма. Вот. Сейчас просто я не хочу распыляться, еще где-то будет комментарий, там уже, мне кажется, я там поговорю. Вот. Поэтому, поэтому, и раз нельзя грешить против собственного тела, тоже нельзя, давай читайте Библию. То есть, я говорю, во-первых, как-то Саша написал, что пьяница, ну, пьяница, да. Человек, который все пропивает, он доставляет неудебство своей семье, людям окружающим. Это, кстати, все вытекающие последствия. Вряд ли вы найдете пьяницу, которая святой жизнью вот ими живет. У нее, скорее всего, нет деньги, он попрошайничает, все прочие вот это вещи. Поэтому, давай читайте Библию. Ну, читаем Библию. К чему это надо было, я не знаю. Так. Юлиан пишет ему, вы правильно сказали, или мне, не знаю, пьяницы, обратите их в контекст, кому Павел это говорил, первым христианам. Вика пишет, красавчик, все с разумением, каждое дело не должно причинять боли ближнему. Да, просит, просит, просит мудрости каждого Бога, всему свое время. Спасибо, Дима, что держишься открытым сердцем. А что надо, Господь подправить. Согласен. Молодец, Дима, Роман пишет, спасибо. В Библии есть доказательства реинкарнации, перерождения, когда у Иисуса спросили о слепом. Ну, тут я не знаю, Леха, Стасик пишет, там что-то я не помню про слепого. Спросили, кто виноват, он сказал, не он и родитель, но для славы Божьей. Ну, я не знаю, как это можно притянуть к доказательству перерождения, если об этом речь, но другого вроде бы не было. Вот Лисана Лорман пишет к видео о пиве. Наркотики тогда тоже не грех, иногда побаловаться, не грех, иногда побаловаться, расслабиться, так? Ну, вот я говорю, люди то ли подколоть меня хотят, когда эти видео записывал, я говорил, я что, призываю к алкоголизму, там, да? То есть к здравому, вот Вика правильно писала, к здравому рассуждению, тогда все без вреда к ближнему. Наркотики тогда тоже не грех, иногда побаловаться, ну, пожалуйста, побалуйтесь героином, я на вас посмотрю, привыкание к героиням, насколько я знаю, и я без опыта, хотя я в свое время, вот когда стал проповедовать, познакомился с несколькими героинщиками, прошлым, бывшими, вот, ну, а сам-то я вам про себя рассказывал, у нас тут притонов, я вырос в 90-е, тут в каждом доме по 10 притонов было в городах, вот, и я глядя на это, меня не тянуло, вы знаете, поэтому что значит побаловаться, ну, если вы считаете, героин, с которого после первого раза идет привыкание, можно просто побаловаться ради удовольствия, ну, побалуйтесь, вот, я и про пиво, вот, правильно там Влад написал, что он, если тебя несет, тебе нюхать не надо, здесь то же самое, вот, поэтому наркотик какой может идти разговор вообще, особенно о сильных, а попробовать все можно в своей жизни, взрослый человек там, уже 16 лет, он сам работает, да можно, а ношу можно попробовать, попробовать, хорошую в ней, я лично ничего не нашел, есть куча, кто ее курит, вот, что им сказать, опять можно вырвать, я говорю, у меня слова из контента, что я проповедую, ношу, нет, конечно, я считаю, гадость, дурость, я попробовал в 16 лет, когда там в 15, еще в школе мы были, даже 14, 9 класс получается, я в 16 закончил школу, ерунда ерундой, мне вообще не понравилось, я считаю, это такая ерунда, вот, эта сухость, ржать, что поеда, поболтать, как говорят, пробирать, и неконтролируемость физическая, ты начинаешь летать, если с алкоголя тебя чуть-чуть присаживает, то с коноплей тебя, наоборот, начинает в небеса уносить, и вот эта неконтролируемость ног, что меня удивило, ты начинаешь таким каким-то воздушным, у тебя голова вот так вот вообще, как надо там, не знаю, сколько алкоголя выпить, чтобы вертолет когда начинается, но и то, он такой земной вертолет, знаете, как брейкданс нижний, а это какой-то верхний брейкданс, и меня нет, вот, ну и вот я не знаю, а наша какая-то ерунда, как и сигареты, хотя я вам сколько лет курил, и сколько уже не курю, кому я скажу, я всем говорю, это зло, конечно, чего ты в сигарете хорош, но опять же, он курит, да пусть курит, ну, чё, кто, если он радость, как он говорит, я лично радость, на самом деле, столько лет курил, и реально могу себе признаться другим, что это же не радость никакая, этот дым, он неестественен, ты куришь, от него тошнит, от этого, с утра проснулся, уже эту соску в зубы тянешь, в вонище, в квартире, вот кто курит, я вот сейчас, когда бросил, я переносить вообще не могу, люди рядом, если курят, или заходят после курилки, я, конечно, там нос не ворочу, вы же знаете, я же любвеобильный, вот, но стараюсь избегать всячески всего этого, ну и так, мозг-то выношу, знаете, в шутку, там, знакомым всем, выношу, тем более получается, если у меня же к сигаретам такое отношение, но другому, что вот я смогу сказать ему, вот, но опять же, я говорю, хотя бы там нет физического привыкания, то есть это будет зависеть от того, от чего его прет, вот и все, а пожалуйста, сильные наркотики, ну кто их посоветует, вот вы пишете, побаловаться грех, да ты подсядешь на них, и все, стоят они кучу денег, они человека доводят вообще до невменяемости, действительно, ты теряешься из этого мира, и все, твоя жизнь покатится кувырком, и ты скатишься, действительно, одно, это будет грех, потому что потом это потянет еще куча грехов, несчастье ближних, я говорю, скорее всего, какое-нибудь вродство, незаконная добыча денег на этот наркотик, и все пойдет поедет, а как Господь пил вино на приемах пищи, будь то обед или ужин, на Востоке это норма считается, я говорю, чем вино, вино крепче пива, стакан пива и стакан вина, стакан пива 4 градуса, вино от 12 градусов, я сам виноделием занимался, поэтому, конечно, если вы так, все через кривую призму, все можно подвести, грех это страдание ближнему, и теми самыми тяжелыми наркотиками, как называют, вы сразу к этому докатитесь, до греха ближнего, да, первый раз в подъезде ты попробуешь, уколешься, это, казалось бы, никому вреда не причинит, но это пойдет поедет, или понюхаешь ты там, а бутылка пива, я говорю, она вряд ли, нет, ну и понятно, потом можно спиться, я не говорю это о детях, о юношах даже, ни в коем случае, конечно, делать нельзя, всему свое время, ну кто нормальный, вот сейчас причащают младенцев, в ортодоксе, в протестантизме даже уже доходит, вот этой капли вина, она ей зачем, вы думаете, когда, ведь все прекрасно видят, как это было причастие, так называемое, в Евангелии, это пили из стакана взрослые мужики, 12 человек, не считая Иисуса, а сейчас во что превратили, ну кто нормальный, когда это все было в ранней церкви, и до Иоанна Златоуст, как говорят, который эту ложечку придумал, а то святую кровь Христа разливали, потому что вы ее культивировали сами, в святость, придумали эту дебильную ложечку, которую в рот засовывают, с грамма алкоголя, даже младенцем, когда это по кругу бокал ходил, то вряд ли у кого-нибудь ума бы хватило, дать даже там 10-12 летнему уже юноше, мужчине, хотя он мог уже с мужиками, и работать наравне, или там охотиться, или что еще делать, быть уже полноценным, мы рано, мужики тоже вырастаем, мы уже 12-16 лет, вполне можем себя и обеспечивать, особенно в древнем-то мире, пожалуйста, иди, сейчас просто там от школы, никому не нужны, вот так вот, поэтому, вы знаете, извратить все можно, смотря как к этому относиться, ой, куда-то я не туда кручу, так, наверное, хоть, Александр пишет, хорошо ложится на сердце такое толкование, но опять про пиво, в связи с этим вопросом, религия употребления всего, что ты перечислил, плюс наркота, это грех, потому что разрушает организм, понятно, что зависимость это грех, и то, если от этого страдают люди, как относиться к контролируемому употреблению всего, вышеперечисленного, а в частности наркотиков, я вот, а вот забыл, религия основывает запрет на том, что мы храм духа и разоряем, то есть приносим вред себе, разрушая этим свое тело, ну вот, опять вопрос, в принципе, все то же самое, ну, в смысле, комментарий, вопрос, во-первых, я вам просто начну с того, что вообще, объективное ли доказательство вреда, кто может доказать, эти вечные споры, 100 грамм вина, это вред или польза, в день, или тоже медицина прописывалась, в советское время, на самом деле, все эти, даже показывая, там печень курильщика, хоть я говорю, сам против, уже не курю, на самом деле, а я могу быть убежден, это надо верить в науку, верить в твою фотографию, которую ты мне показываешь, что это моя печень, что это от сигарет, такой на нее действует, ведь это факт, тоже подумайте когда-нибудь над этим, мы во все это верим, вот, и тут как-то тоже, Саша, опять, что все, что я назвал, причем, если там и церковь, протестантский, уже там тоже, и в мире, там целые, сочинили эти свои, вероучительные догмы, по поводу, что это все сок, там был в Библии, я читал все эти, многие их произведения, все это ерунда, Господь пил очевидное вино, вот, вот, и относиться к контролируемому потреблению всего, да, я, да, но вот, в частности, наркотики, во-первых, наркотики, действительно, бывают очень сильные, поэтому, вообще, я не знаю, короче, это дело лично каждого, я вот так, я говорю, и ты через призму, можешь действительно, очень легко оценить вред кому, кому вред, вот вы сидите, я говорю, ведь алкоголь тоже, вино, пиво есть крепкие, алкоголь, водка, коньяк, там, виски, прочие вещи, да, а к ним как относиться, ну, я говорю, опять, если вы сидите вдвоем, там, два брата, никому не мешаете, у вас еще от этого любовь, только разрастается, там, братаетесь, планируете что-то, плачете о прошлом, о каких-то там, переживаниях, вспоминайте, да ради Бога, конечно, если ты пришел домой, спьяну жену там избил, ну, вот это грех, я говорю, неужели это все непонятно, я вот не знаю, нам достаточно вот этих вот ключей, тогда все в жизни станет ясно, я вот как бы пытаюсь отвечать на эти вопросы, вы сами себе ответите, ты-то будешь счастлив, на эту наркоту деньги нужны, на любую, оно тебе надо, организм без этого может, тебе оно надо, тебе это в кайф, мне вот курить было не в кайф, я говорю, хотя я столько лет прокурил, я понимаю, что это такой бред, я с такой радостью, легкостью бросил тогда, когда Господь меня познал, просто не представляете, там никакой борьбы, не то же борьба, там радость была, и даже алкоголь, я много лет, вот эти вот почти 10 лет, я вообще не употреблял, потому что я ни с кем не общался, заперся там, жил своей жизнью, мне хотелось этот путь пройти, вот и все, но я при этом вышел спокойно, и спокойно с ребятами, вот сейчас мы сидим там, как и в старые добрые времена, и все, а компания всегда выбираю, где там напиваются, в зюзи, я обхожу их стороной, даже со своими, никого я знаю, кто так делает, я тогда с ними просто так, на расстоянии дружу, или только в трезвую заезжаю, когда знаю, что он, вот, то есть я знаю, что не уснусь по этому башню, я его не зову сам, и к нему никогда на попойке не езжу, вот и все, Юлиана, ну вот вы сами себе ответили, относительно наркотиков, не только телу, но конкретно мозгу, а зависимость, даже якобы контролируемая, это темница, акова для души, ну зависимость, это понятно, что уже акова, вот, а контролируемое употребление, так тоже слово такое, как культура питья, мне они, конечно, притят, мне очень нравится, это что-то такое, это если он всем говорит, что он контролирует, да, а он действительно контролирует, или нет, Антон Сапыгин пишет, целиком не смотрел позже, но судя по комментариям, и направлению мышления Дмитрия, если так и дальше пойдет, то ты, Дмитрий, и рукоблудие будешь считать нормой, как и не за небезызвестный всем нам человек, с которым ты проводил теплые дружественные беседы, оттуда, может, заразился. Рукоблудие и стремление к изменению состояния сознания дают демоны, разрисовывая это разными красками, вплоть до жизненной необходимости разрядки рукоблудия, или же пополнение организма витаминами пива. Бесы хотят осквернить и тело человека, и душ его, а ты, Дмитрий, в каком-то опьянении, что ли, или инфантилизме духовном, в безревностном состоянии. Пробудись, пока не поздно, бодрствуй, чтобы не поглотил тебя дьявол, рыкающий, как лев. У Иисуса очи горят пламенем книг откровений, и до ревности любит Бог своих. Очнись, покайся, и не будь орудием в руках сатаны. Юлиана ему отвечает, у вас явно борьба сильная шла и идет в этих сверхах, что на самом деле в вас сами можете проследить. Уста полны от избытка сердца. Буду молиться за вас иногда, и верю, Бог поможет. Ну, я даже не знаю отвечать на этот комментарий, Антона, нет. Пиво это алкоголь, алкоголь, бесовский напиток. Ну, вот, пожалуйста, кто тут пишет. Или я, или я, это что такое за имя, не знаю. Пиво это алкоголь, алкоголь, бесовский напиток. Все, вот у человека свое определение, пожалуйста. А вино? Если это христианин, пишет, хотя я уже, видите, много раз тоже убеждался, раньше рвал сердце, я даже знать не знаю, кто это пишет. У человека имени-то нет нормального. Или я, что я должен понять по этому имени? Я сейчас перейду на канал, я переходил, по-моему, я же так посматриваю, естественно, кто это пишет. Там ничего не найдешь. Ни человека, ни его видео, ни его фотографии, никто, ни что исповедует. Но у человека алкоголь, бесовский напиток, в частности, пиво. Все, у него клеймо стоит. Ну, для тебя так, да так. Им бесы свою жажду удовлетворяет. То есть бесы, значит, много пивка попить с вином, а люди нет. А вода для этого им не подходит, поэтому бесы входят в человека и искушают его напиться, потому что пить хотят. Так они пить хотят или напиться. Да кошмар вообще, я даже это комментировать не хочу. Спасибо, Дима, тебе спасибо. Кто слабый на алкоголь, так, ну вот это вот тогда Влад. Вот я вот с этим Владом согласен. Я, в принципе, то же самое говорил. Так, ну все, тут пошли уже это, которое мы с вами почитали. Сейчас посмотрим на проверочек у нас ничего там нет. Ничего нет. Ну все, на лаве и так много получилось. Полтора часа. Можно закончить как раз вот этим ролик комментарием Антона Сапыгина. Тоже. Во-первых, вот сама его форма опять писания, да. Во-первых, человек не смотрел ролик. Позже посмотрит. Но комментарий уже пишет большой. И судит по комментариям, кстати, то есть мой ролик, он судит по комментариям других людей. Знаете, испорченный телефон всем известная фраза. Так, дальше по этому, то ты, Дмитрий Рукоблу, тебе будешь считать нормой. То есть, человек еще ничего не смотрел, ничего не слушал, почитал комментарии, неизвестно кого, может быть, моих врагов или тем, кому я мерзостью являюсь, так назовем, да. Ну, или я, кому врагом, так правильно сказать. У меня нет врагов. И мне даже, что ему сказать, он что, назвал пиво грехом тоже или нет, если он не смотрел даже ролик. Или он считает распить употребление пива в хорошей компании своими друзьями или вина или даже водки пусть там или коньяка. Это не норма. И это не норма, что это грех или не грех у него. Он просто другим словом мирским назвал, не норма. Я говорю, ну, пожалуйста, высший человек, вот мы с вами прочитали, он прям все алкогольно отнес к греху. Ну, это же его мнение. А если, говорю, примешь эту точку зрения, хотя бы мою, что тупо алкоголь, я не считаю грехом. Вообще сам по себе. И я говорю, и распить его, как вы тут писали в контролируемых разумных пределах. А ты-то сам назвал грехом и считаешь, что я один грех оправдал, потом другое оправдаю. А я не считаю это грехом, то, что ты считаешь, что я оправдал. Как быть? Поэтому мне что отвечать на комментарий человека, который не смотрел мое видео, который неизвестно, что думает, что я там сказал. И более того, я говорю, я понятия не имею из этого все равно его комментариев, его четкую позицию. Потому что если он алкоголь, его употребление действительно в нормальных количествах, которое идет не на нелюбовь к ближнему, а наоборот, может быть, даже их это сближает питье хоть на какое-то время. Такой же акт любви, где было еще помимо алкоголя еда на столе, люди радовались. Вы помните, сам Господь еще и помимо того, что он ел с мэтрин гречник перед веном, он еще и шесть здоровенных кувшинов из воды, которые вроде как только люди пьют, а бесы вселяясь в людей. Значит, Господь сделал у нас бесноватые свадьбы в Кане Галилейской, включая свою маму, кстати, чтобы бесы в маме, в Деве Марии тоже попили венца вместо воды. Вы туда тогда пальцем тыкните, смотрите, не поломайте только его описание. Я говорю, опять же, человек писал, я даже знать не знаю, а даже если он называет себя христианином, что тот выше, который писал, что весь алкоголь это бесам, ну тогда человек Евангелия, я говорю, а зачем же Иисус? Иисус, я говорю, бесноватым свадьбу решил сделать, решил всех бесов созвать на нее, я говорю, в том числе своих родных и близких. Пожалуйста, ответьте мне тогда на этот вопрос. А уж на свадьбе, знаете, не пригубляли вот так, винца. Написано, что когда уже свадьба к концу подходила и все уже и так уже вкус вина не чувствовали, сам распорядитель сказал, нормальные люди вначале хорошее вино подают, а потом уже там лишь бы что, кто выпивал, а я выпивал тоже и докуматоза, так скажем, да, и знаю, что потом уж лишь бы что, еще есть, что есть еще, ну и давай что есть, что осталось. И пиво мешал и с коньяком, и с водкой, и с вином, или что есть уже потом. У меня такое в жизни было, поэтому я знаю, о чем говорю, о чем люди говорят, я не знаю. вопрос, что потом этого выбора, что ты считаешь плохим, что хорош. Ну все, поговорили, все почитали, получилось немало, кому интересно, посмотрим, кому нет, тому нет. Был рад всех повидать, услышать, лепим ваши, ваши божественные, любвеобильные лайки, кому интересно, отрадно, назидательное мое служение. Ну все, прощаюсь с вами, до встречи в следующем ролике, пишите ваши мысли, комментарии, размышления, как видите, я их с радостью читаю, какие-то берут за основу для проповедей, для ответов таких, индивидуальных, ну а что-то вот так, бешком, пробежкой, вот, тоже зачитываю. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok